Я обожаю свою профессию. Честно, она доставляет мне мое удовольствие. Я понимаю, что мне очень нравится то, чем я занимаюсь. В мире сердца и ритмобиений, в мире, где звучит самая важная мелодия жизни, кардиолог Александр Зародский, 17 лет. Настоящий профессионал своего дела. Пошел по стопам не только родителей, но и бабушек и дедушек. Медицинская династия Зародских – это более 300 лет служения людям. Отец травматолог, и я был выбор. Я знал, что я не хочу идти в хирургическую специальность. Я даже не знаю, почему. Я восхищаюсь тем, что он делает, тем, как он это делает. Но я понимаю, что это не мое. Послушав лекции ведущих кардиологов России, путь в медицине был предопределен. Профессия стала образом жизни. Сейчас на счету Александра тысячи довольных пациентов, которые называют его хранителем сердца. Слава Богу, наверное, так получилось, что попал к такому специалисту. Выскажу, наверное, не только свое мнение. Мнение большого отряда пациента Александра Александровича, которому он помог, только слова благодарности. Потому что состояние говорит само за себя. Никогда не останавливается на достигнутом. Сейчас зам руководителя кардиоотделения. А кроме того, возглавил новый проект – кардиодиспансер. Есть группа больных, которых мы выписываем и которых мы будем наблюдать с конкретными заболеваниями, с конкретной патологией, которой мы точно знаем, что эти больные нам интересны, их дальнейшая судьба от нас зависит. И мы хотим им помогать на каком-то более длительном промежутке времени. Обширный опыт работы, глубокие знания и отличные навыки в управлении процессами позволили Александру Заруцкому объединить для реализации этой инициативы 12 врачей. Организационные работы постоянно возникают. И, конечно, нужен человек, который это все возглавит и это все отрегулирует, решит. Он порядок навести сможет. Мы только рады. Доктор медицинских наук – пример для многих. Публикации в журналах, участие в различных конгрессах. Его лекции по кардиологии и ведению беременных популярны не только у нас в регионе, но и по всей стране. Это тоже очень важная часть. Это тоже дарит мне очень много удовольствия и радости. Мне нравится преподавать. Я преподаю в институте. Я преподаю студентам старших курсов. Во-вторых, преподаю врачам. Александр Заруцкий – яркий пример того, как сочетать профессиональную деятельность с увлечениями. Большой поклонник классической музыки сам виртуозно играет на фортепиано. С удовольствием ходит в оперу, на балет. Но и это еще не все. Вот путешествия и спорт – это два хобби, которые достались мне в наследство от моих родителей и идут со мной по жизни. Я очень люблю горы. Вот это Донбай. Это Красноярск. Это Красноярские столбы. Вот этот знаменитый заповедник. И таких красот, как в России, нет, наверное, нигде. Если я где-то на природе, конечно, мало кто может вынести такой темп. То есть, допустим, в Таганаре я прошел за один день 37 километров с рюкзаком. Разделяет страсть к путешествиям семилетняя доченька Маша. Сам еще я с удовольствием катаюсь на горных лыжах. То есть зимой я стараюсь выбираться, и мы катаемся, я уже и дочку научил. Сохранить яркие воспоминания помогают не только фотографии, но и магниты. Также Александр любит отмечать места на карте. Здесь уже 61 иголочка. Прага-Вена, Дрезден, Будапешт, Беллин. Это был первый такой вояж, который получился длительным. Вот тут я задался целью, что можно отмечать. Ну и дальше я начал отмечать. И по России тоже. Заряжает и спорт. Наслаждается Александр и атмосферой соревнований. Радуется победам каждой из своих любимых команд. Футбол, хоккей, баскетбол. Рассказывает. Всегда болеет за локомотив. Но и куда же без белгородского волейбола. Самый последний наш трофей за Белогорию. Это Кубок Вызова. Полноценный наш трофей. И да, пожалуйста, 2019 год. И вот я жду, когда пополнится трофеями. Доктор не только ярый спортивный болельщик, но и сам не прочь поиграть в футбол. Часто собирается на поле с коллегами. Будь то увлечение или любимая профессия, Александр Заруцкий относится ко всему с душой. Врач с большой буквы. Человек, чье сердце бьется в унисон с каждым, кто доверяет ему свою жизнь. Лучшая награда для врача, конечно, это здоровье пациента. Это если ты видишь, что ты реально помог. Алена Хлудеева, Александр Сысоев. Программа «Такой день» на мире Белогорья.